Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, кто нами управляет. Я давно хотел рассказать об этой теме. На самом деле мы видим реальность, вот такую, как мы видим. То есть мы видим правительство, мы видим президентов, видим парламенты. Но это все, по сути, мишура, да? То есть мы прекрасно понимаем, что не они управляют миром, а есть нечто большее, нечто высшее, то, что стоит за этим. И если вы смотрели такие фильмы, как «Просветание», «Дух времени» и другие подобные, то увидели, что сейчас происходит процесс глобализации, то есть создание мирового порядка, нового мирового порядка, то есть создание единых органов управления, которые будут управлять всем миром, да? То есть, соответственно, людей, ну, по сути, хотят превратить в таких биороботов, которые будут выполнять команды. Этот процесс уже идет, мы его можем наблюдать, видеть заявления политиков, которые, по сути, рассказывают нам о том, о планах вот этих, скажем так, стоящих над ними руководителей. То есть над ними стоят, по сути, те, кто управляет корпорациями, банками, то есть вот такие олигархические клановые семьи, которые управляли миром и раньше, и управляют сейчас. То есть они хотят, чтобы мы подчинялись, хотят делать так, чтобы мы стали биороботами и просто выполняли те команды, которые нам дают. То есть разделить нас и сделать так, чтобы мы не выступали против, чтобы мы не объединялись. И самое главное, чтобы мы не повышали свой уровень осознанности. Потому что если мы будем повышать свой уровень осознанности, то что произойдет? Мы все больше и больше людей будет выходить из этой матрицы и понимать, что что-то тут совершенно не так. Что все, что нам показывают по телевизору или каких-то других средств массовой дезинформации, это все неправда. И когда мы это поймем, увидим, то получится что? Что мы начнем отказываться от всего этого, то есть выходить из этих вещей. То есть мы будем постепенно отказываться от денег, от власти, от каких-то вещей, которые нам совершенно не нужны, то есть вот этого избыточного потребления. Потому что как можно человека поработить, подвязать? То есть его можно подвязать на вот этой жажде денег, власти, секса, развлечений и так далее. Вот. И человек подвязывается, и он начинает уходить в это, и начинает все больше и больше вовлекаться в этот процесс. И что происходит потом с ним? Происходит то, что он становится рабом своих увлечений. Он идет все дальше и дальше, а потом выбраться гораздо сложнее. Потому что чем больше вовлекаешься в этот процесс, тем потом сложнее от него отказаться, потому что нравится все больше и больше, и возникает зависимость. Зависимость, она не только, к примеру, от алкоголя, лекарств или наркотиков Она возникает от жизни От желания получать больше денег От желания как-то развлекаться, куда-то ездить Получать какие-то интересные ощущения Все это и есть зависимость, как они втягивают нас в игру И цель получается Некоторые, например, говорят, нужно как-то объединиться И, скажем так, их победить Потому что что это такое? Это как бы сила, которая на самом деле немногочисленна Потому что людей на Земле гораздо больше Но у них есть деньги, у них есть энергетические ресурсы У них есть средства массовой дезинформации То есть они как бы щупальцами опутали всех нас Все вот это наше игровое пространство И делают то, что хотят Поэтому какой выход из этой ситуации? Выход очень простой Это, во-первых, знание об этом То, что происходит То есть делиться этой информацией Главное смотреть самому на мир То есть не через средства массовой дезинформации А самостоятельно То есть смотреть, что происходит в действительности И видеть, чувствовать это Второй немаловажный этап Это повышать свой уровень осознанности То есть выходить из матрицы И, соответственно, отказываться от вот этих вот вещей Которые они навязывают То есть ложь, обман, жажда власти, жажда денег Все вот эти вещи Они, соответственно, нам не нужны как людям Мы можем жить осознанно и легко И не делать одного выше другого Мы можем быть честными, осознанными И, соответственно, мы можем обмениваться ресурсами И без денег Потому что при определенном подходе к жизни Мы можем жить в процветании Не в бедности А действительно в процветании То, что все нам говорят Что там недостаточно ресурсов и так далее Самое главное – это разумное и качественное использование И вот к этому мы должны идти А это происходит, когда у человека повышается осознанность И когда вы сами вышли из этой матрицы Важно помогать другим Вот, собственно, этим я и занимаюсь То есть я создал проект Академии счастья Для того, чтобы каждый человек мог повысить свою осознанность И выйти из этой матрицы То есть стать более осознанным И понять, для чего он здесь Какова его истинная цель И, соответственно, двигаться к этой цели То есть реализовывать ее Реализовывать свой жизненный потенциал Как духовного существа И когда каждый человек будет это делать То у них просто не останется сил Для того, чтобы влиять на нас Потому что мы будем знать, куда мы идем И нас не запугаешь Нас не обдуришь, не обманешь Вот в этом и есть сила И, конечно же, над этими олигархическими кланами Которые надми управляют Есть еще и невидимые силы Это те, ну скажем так, вещи В духовной вселенной В энергетической вселенной Которые влияют и на них И которые, по сути, как такие мощные Энергетические грегоры Управляют ими тоже И тоже заставляют их Действовать определенным образом И вот когда мы повышаем нашу осознанность Мы тоже начинаем видеть Все эти энергетические управляющие структуры И мы направляем наше внимание Нашу энергию, нашу тету Любовь для рассоздания их Для того, чтобы эти структуры Тоже перестали действовать И чтобы они освободились И, соответственно, негативное влияние на нас На тех, скажем так, клановых Клановые семьи, которые нами управляют Чтобы оно все исчезло И вот таким образом Каждый из нас может участвовать в этом процессе То есть помогать ему осуществляться И помогать движению К улучшению состояния Для каждого из нас Поэтому, друзья Кому эта тема интересна То вы можете писать мне в личные сообщения И мы найдем тот общий способ коммуникации Который будет оптимален для вас, для меня И мы сможем действительно достичь гармонии, радости и счастья вместе Потому что это будет наша общая цель Мы будем реализовывать ее И делать все для того, чтобы мир становился лучше То есть начиная с себя и помогая другим Сейчас давайте сделаем небольшую практику Как мы обычно делаем То есть сядьте, закройте глаза И почувствуйте пространство Себя в этом пространстве Ваше тело в этом пространстве И потом почувствуйте вашу миссию На этой планете На этой игровой площадке Можно так даже, наверное, правильно и сказать И когда вы почувствовали эту миссию Это может прийти внезапно Вы почувствуете, например, то, что вы хотите делать Что вы хотите давать Как вы хотите действовать И когда вы почувствуете свою миссию Почувствуйте, как она осуществляется Представьте, что она осуществилась Как вы достигли этого То есть это как процесс созидания Процесс созидания в настоящем времени Ощутите эту миссию Как вы ее реализовали И как у вас это получилось Если возникают какие-то неприятные, негативные ощущения Вы уже знаете, что с ними делать То есть не отстраняться А наоборот воспринять их как есть Пройти их как заряд И, соответственно, они уйдут Наша цель сейчас Это реализация вашей миссии Если что-то приходит Вы просто рассматриваете это Дайте этой миссии реализоваться и завершиться И почувствуете огромную благодарность Для себя, для Вселенной Как вы реализовали эту миссию Это будет огромный поток Такой теты, любви Который пойдет от вас Потом, когда вы почувствовали благодарность Вы можете завершить постепенно эту практику И начать реализовывать эту миссию То есть в действительности идти Потому что это то, что дает вам энергию То, что дает вам жизненный ресурс Это ваша миссия И когда вы ее реализовываете Вы наполнены радостью, счастьем И это будет двигать вас по жизни Если у вас остались какие-то вопросы Или что-то не получается в практике Вы всегда можете написать мне в личные сообщения Или позвонить в вайбере Я отвечу на них Мы проведем бесплатную консультацию Где я расскажу подробнее о том Как можно улучшить ваше состояние И скоординируем наши цели Для того, чтобы повышать осознанность И для того, чтобы каждый из нас Могут достигать гармонии, радости и счастья В новом мире, направленном на улучшение качества жизни Именно для этого я и создал Академию счастья Если это видео вам понравилось То поставьте отметку нравится Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны Включите колокольчик для напоминания новых видео И, конечно же, поделитесь этим видео С вашими друзьями в соцсетях Это будет полезно и приятно Как для меня, так и для них Вот, и если есть желание Добавляйтесь в друзья в соцсетях Будем дружить и обмениваться опытом Можно там задать тоже вопросы, которые у вас появились Мои книги, которые указаны в описании Это мир и вечного познания Полное исцеление Вы сможете почитать и скачать по ссылкам Которые также указаны в описании к этому видео И обязательно читайте текст Он более полно раскрывает видео в описании Потому что это то, что дает возможность вам Улучшить ваше состояние Вот, друзья Я уверен, что каждый из вас захочет направить свою энергию на исцеление Поэтому делайте это И знайте, что вы таким образом помогаете не только себе, но и другим На этом мы будем заканчивать на сегодня Вот, если будет желание Пишите в личные сообщения Пообщаемся Вот, а мы увидимся совсем скоро В следующем видео Оно выйдет у меня на канале завтра Потому что я выпускаю ежедневные видео на своем канале Так что следите за обновлением И включайте колокольчик А сейчас посмотрите те видео, которые у вас появились на канале Это видео о процессинге Которое помогает как раз увеличить осознанность И убрать негативные восприятия Помогает вам стать счастливыми и здоровыми Напомню, меня зовут Шевченко Александр И это канал Академия Счастья До скорой встречи, друзья Субтитры сделал DimaTorzok